доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на очередной торговой сессии в эту среду помните среда пришла неделя прошла конечно же это не может не настраивать на позитивный лад но хотелось бы конечно же чтобы на еще более лучшее настроение нас настраивали как раз прибыльные сделки на основании тех фундаментальных идей которые мы собственно обозначаем каждый день сценарий брифинга традиционные советую быть внимательными поскольку сегодня как и всегда разумеется обозначу кодовое слово она позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение плюс к тем акциям которые действуют в рамках нашей компании чтобы воспользоваться этим бонусом все очень просто предельно просто нужно будет связаться с вашим персональным менеджером сказать я знаю кодовое слово произнести обменять соответственно бонус на пополнение действует он до следующего брифинга то есть до завтрашнего утра произнесу либо ближе к середине брифинга либо концу ну что касается вступительных активов здесь также не будем нарушать наш привычный сценарий начнем с позиции черного золота и плавно перекинемся на динамику рубля а потом коснемся уже основных валютных активов рынка форекс евро фунт франк и иены против американца и посмотрим затем как обстоят дела сейчас с австралийцем из новозеландца открывайте графики бренда дневки смотрим актуальные цены сейчас со 48 55 а в целом вчерашняя торговая сессия для бренда оказалась очень разгрузочный потому что черное золото потеряла порядка десяти процентов только во вторник мы стали говорить о том что это быча ралли которая а по этому активу разворачивалась могло стать причиной закрепления его выше 55 долларов за баррель отмечали то что этот уровень достаточно серьезно чтобы преодолеть его наскоком нужно иметь серьезные фундаментальные предпосылки для этого и поэтому в принципе как следствие отсутствие таких серьезных предпосылок мы увидели то что динамика снова стала возвращаться к привык привычному и скажем абсолютно оправданным с фундаментальной точки зрения руслу потому что черное золото сейчас находится мягко говоря под серьезным прессингом и если несколько дней назад мы констатировали прирост суточный который рассматривали даже скажем в историческом таком экскурсии то есть максимум за несколько лет в рамках одного дня то сейчас в принципе мы можем говорить про такие же по сути локальные рекорды коррекционного снижения последний раз черное золото теряла порядка десяти процентов в ноябре помню что 27 ноября именно в этот день состоялся очередное заседание опек когда было принято решение сохранить прежнюю квоту выработки на старом уровне 30 миллионов баррелей в сутки она не изменена и сейчас в целом ключевой фундаментальный фонд по бренду остается неизменным так же как и по WTI мы делаем ставку на избыточное приложение на отсутствие поддержки со стороны спроса и на фоне постоянных проблем констатации характерных для ведущих экономика мы разумеется возвращаемся к прежней долгосрочной идеи отмечают то что бренд в связи с таким фундаментальным фоном рискует продолжать коррекционную динамику снижения более низким ценовым значением поэтому возвращаясь к черед к черешнему коррекционному оснижению и серьезные разгрузки черного золота здесь стоит обратить внимание на очень слабые данные по китаю частности индекс производственной активности который оказался ниже 50 пунктов вы знаете то что 50 как раз тот рубеж который отделяет восстановление от стагнации рискующие в любой момент перерасти в затяжную рецессию я не думаю что в целом кто-то удивлен такой слабой статистике по китаю потому что производственный сектор и разумеется учитывая то что мы наблюдали по китайской экономике последние недели и в принципе последние месяцы это в целом усиливает наше представление о слабости а в целом на всего региона и статистика она только подтверждает промышленный сектор разумеется является одним из ключевых барометров поскольку снижается индекс производственной активности значит смело можно готовиться к еще более дручающим показателям по темпам экономического роста если просел промышленный сектор снова возникли опасения по поводу устойчивости и стабильности китайской экономики в частности вчерашний композитный индекс шанхайский продемонстрировал коррекционную динамику минус один с небольшим процента немного конечно же учитывая то что две недели назад этот индекс мог за сутки потерять процентов 7 но все равно учитывая то что это китай опасения на рынке присутствует и трейдеры уже напуганы тем что понимая о том что негативные динамики могут очень быстро разворачиваться на рынке финансовых активов и затаскивать скажем те инструменты на которые делается ставка на самое настоящее дно из которого выбраться будет уже очень трудно поэтому вчера как только композитный индекс пополз вниз а мы сразу же увидели повышенный спрос на прежние защитные активы это франк это японская гена соответственно на облигации и еще на стал активно подрастать и азов то есть рынка драгметаллов а нефть и сдавала позиции и уже скажем во второй половине дня появился еще один негативный фактор для бренда это динамика запасов а в сша разумеется во вторник мы сначала анализируем частную оценку api по факту 7 и 6 миллиона баррелей прирост и это еще один серьезный негативный фактор сегодня будут опубликованы уже официальные данные от минэнерго сша и разумеется если а статистика продолжит находиться в подобной плоскости будем готовиться к еще больше разгрузки по позициям черного золота поэтому по бренду ждем снова возвращение в район 45 а сейчас 48 55 учитывая повышенной волатильности и на сознание того что прежняя бычья ради носила исключительно спекулятивную природу и было основано на ожиданиях и слухах все-таки сейчас наверное больше и лучше и логичнее делать ставку на фактические доводы на реальную статистику и реальность которая характерна для рынка энергоресурсов и как раз эта реальность указывает на то что черное золото wta и бренд должны находиться сейчас а гораздо ниже тех уровней на которых а торгуется поэтому думаю что бычьи ралли практически уже сошло на нет и черное золото будет дальше тяготеть к своим более низким ценовым ориентиром и значениям давайте поставим пока в качестве ближайшей цели снова возвращение в район 45 долларов за баррель разумеется отказаться от коллекционной идеи мы сможем только в том случае если получим четкое подтверждение со стороны ближневосточного нефтяного объединения о том что есть основания надеяться на внеочередное заседание опек и на котором возможно будут принять решения по снижению ежедневной квоты пока это только слухи они еще не подтверждены и до этих пор разумеется не будем даже обозначать возможности для статистического укрепления позиций а черного золота что касается рубля актуальные котировки 66 и 6 целом здесь также все понятно на российском рынке практически все без изменений куда больше факторов указывающих на сохранение девуляционного пресса на российский актив разумеется а нефть которая демонстрировала роста последние дни стала причиной усиления позиции российской валюты но стоило только бренду снова развернуться вниз как такой же прессинг а сказался и на динамике рубля против российской валюты будут выступать конечно же ожидания серьезных выплат российского корпоративного сектора перед зарубежными коридорами они буквально должны состояться вот в самое ближайшее время в перспективе двух недель и это существенная сумма порядка 15 миллиардов долларов разумеется повышенный спрос на валютной ликвидности может стать серьезной причиной для дополнительного ослабления позиций и российской валюты также не стоит забывать про украину на факт эскалации напряженности не стоит забывать про слабые макроэкономические данные да и в принципе можно уже готовиться к заседанию центрального банка россии где снова будут подняты вопросы касательно актуального монетарного курса и состояние процентных ставок но мы знаем что в связи с последней девальвации рубля за последнее время на рынке присутствует серьезные ожидания по факту разгона индексы потребительских цен еще большего роста инфляции и в этой связи конечно же российскому мега регулятору лучше скажем придержать коней и прекратить точнее взять паузы в цикле о смещении экономической политики и соответственно снижение процентной ставки поэтому никаких серьезных решений со стороны цб и даже решений направленных на снижение процентной ставки мы сейчас разумеется не ждем продолжаем следить за монетарным курсом за статистикой и за то ситуация которая разворачивается по нефти в целом у нас по-прежнему достаточно оснований делать ставку на ослабление рубля сейчас ждем снова закрепление выше 68 ну или движение в район 70 рублей против американского доллара идем дальше евро против доллара также актуальные котировки 1 12 84 вчерашняя торговая сессия позволила евро отбить несколько десятков пунктов против американца а в целом и продолжаем разумеется внимательно следить за статистикой и пытаясь аргументировать поведение евро на вчерашнее можно разумеется здесь отметить технические факторы которые предполагали возможность восходящего отскока после такой затяжной коррекции последнего последние прошлой недели и конечно же в отношении евро еще была оказана и поддержка со стороны национального макроэкономического фона потому что мы анализировали данные по индексу производственной активности германии в частности он оказался на максимальном уровне с февраля 2012 года также были опубликованы и данные по рынку по труда германии есть позитив и здесь ожидали роста новых рабочих мест точнее сокращение безработных безработицы на минус 3000 соответственно рабочих места а по факту оказалось то что новых рабочих места было создано а куда больше в последнее время по еврозоне мы видели очень мало сильных макроэкономических данных поэтому сейчас разумеется даже такие вроде бы не совсем серьезные отчеты но стали причиной повышенного интереса к евро потому что на без рыбе как вы прекрасно знаете и рак на самом деле щука в целом мы пока не можем отказаться от скажем нашего позиционного взгляда на возможность снижения главного валютного риска почему потому что ключевая проблема еврозоны это низкая инфляция которая подрывает потребительскую активность и сказывается на слабых показателях экономического роста эта проблема еще не решена разумеется для того чтобы ее разрешить нужно анонсировать дополнительные меры экономической поддержки потому что без расширения программы количественного смягчения без ее продления сейчас пройти практически не обойтись прошлые объемы 60 миллиардов евро они пока не скажем приносит своих плодов но может быть все конечно же и cb когда инициировал эту программу он не предполагал что черное золото может так сильно просесть и вы прекрасно знаете что снижение цен на энергоресурсы сказывается на ослабление уровня инфляционного давления сейчас конечно же нужно быть еще раз повторяюсь и гибким проактивным и быть может и cb в самое ближайшее время пойдет на анонс новых экономических стимулов на что собственно мы делаем ставку уже довольно таки давно новые экономические стимулы они могут быть в разном формате либо расширение программы либо продления сроков сейчас срок определен на скажем сентябрь 2016 года до этого периода будет действовать текущая программа но поскольку месячный показатель эквивалент индекса потребительских цен по-прежнему тяготеет к отрицательным значениям то есть к дефляционной пропасти быть может уже до конца этого года мы сможем увидеть анонс новых мер поддержки со стороны европейского мега регулирования мега регулятор и разумеется это серьезный фактор давление понижательного для главного валютного риска и мы сейчас ждем возвращение пары евро-доллар в район одного десяти и делаем ставку на то что эта пара пойдет еще ниже против евро разумеется пускай выступает и сильная американская статистика которая позволяет трейдерам готовиться и фокусироваться на более скорых а сроках нормализации денежно-кредитной политики теперь что касается пары юсди иена здесь и стоит отметить вчерашнюю слабость американца опять же поскольку я уже сделал ставку на повышенный интерес к защитным активам франку иене разумеется доллару пришлось несколько отступить от скажем на прежних инвестиционных идей потому что опять же снижался композитный шанхайский индекс это провоцировало определенные страхи и по сути рынок а стал заложником не желание трейдеров рисковать но сейчас ситуация уже меняется мы видим то что пара доллар японская иена снова начинает набирать обороты двигаться к тем средней долгосрочным целям которые мы поставили ранее а в пользу усиление позиции американцы сейчас говорит фактически все макроэкономические данные которые были опубликованы за последнее время но на этой неделе у нас есть возможность воочию убедиться прогрессе на рынке труда напомню что сегодня в 15 15 по московскому времени будут опубликованы данные по эдпи частная оценка которая предотвращает уже официальные данные от министерства труда но он фарм пирс который будет опубликованы послезавтра по прогнозу если есть возможность посмотреть экономические календари советую это сделать потому что нас ожидают очень сильный макроэкономический риск потому что большинство экспертов сошлись во мнении что американская экономика смогла за прошлый месяц создать больше 200 тысячи рабочих мест если показатель действительно по факту будет находиться рядом с этим значением доллар сможет получить еще серьезную еще один скажем импульса быщий для себя реализует это через за длинные идеи и сможет еще ближе стать к тем целям которые мы поставили раньше по паре доллар японская иена это снова ждем возвращение в район 125 и соответственно хорошую статистику нужно будет интерпретировать не только как возможность поддержки для доллара но и как и по сути подготовка к более скорым срокам нормализации денежно-кредитной политики напомню что заседание состоится 17 сентября и эти но он фарм пирс это последний серьезный макроэкономический релиз перед ним если статистика будет хорошая значит вероятность повышения ставки снова возрастет и я думаю что все больше трейдеров будут так как раз активизироваться в отношении длинной сделки по паре доллар японская иена что может создать конечно же спекулятивный интерес а со стороны на многих и в конечном счете через общее усилие поспособствует реализации этой идеи события серьезнейшие для финансовых рынков мы к нему также готовимся и ожидаем на соответствующей отдачи по американцу еще хотел пробежаться по другим валютным активам в частности фунт доллар напомню что наша цель долгосрочная была на уровне 1.53 и в целом хочу воспользоваться случаем поздравить всех тех кто присоединился к этой идее потому что вчера мы реализовали одну из самых затяжных и долгосрочных идей по британцу против доллара локальный минимум был зафиксирован даже еще ниже сейчас мы видим как пошел отскок но нас это уже не интересует самое главное мы свою цель по слабости британца выполнили конечно же в целом фундаментальный фон наверное создает основание для еще большего снижения британской валюты особенно по причине опять же прежних спекуляций и осознание переносов сроков повышения процентной ставки достижение целевого показателя по инфляции против фунта действует также и американская валюта но сейчас я предлагаю в отношении этой валютной пары которая стала дружеской нам уже поскольку позволила реализовать очень длинную инвестиционную идею сейчас составите фунта пока в покое давайте вернемся к нему с новыми целями уже на следующей неделе переключимся сейчас на другие активы австралийца против доллара были опубликованы данные сегодня на азиатской торговой сессии по темпам экономического роста по факту мы видим два процента против прогноза точнее против прошлой оценки два с половиной но и прогноз на самом деле предполагал нам возможность увидеть более хорошую статистику на самом деле к сожалению поддержки как таковой серьезной для австралийца оказано не было в связи со проблемами актуальными через индекс производственной активности по китаю мы снова увидели риски которые сейчас маячит для экономики поднебесной эти риски разумеется начинают сказываться на тех валютах которые зависят от стоимости на сырье и вчера австралиец против доллара показал одно из самых затяжных коррекционных снижений в рамках одной торговой сессии и также реализовал очередную нашу инвестиционную идею а касательно как раз вот этого тандема валютных активов австралиец против доллара мы ждали 070 уже несколько месяцев напомню анонсировали сделку по продаже с уровня 08 сейчас по факту видим то что а вот юзди торгуется уже чуть повыше но опять же мы реализовали нашу сделку добавили еще одну классную идею в копилку тех сделок которые мы смогли скажем чей потенциал мы смогли использовать и сейчас нам остается лишь следить за дальнейшей динамикой также предлагаю пока австралийца оставить в покое давайте понаблюдаем за тем что произойдет с рисковыми инструментами с фунтом и австралийцам а собственно так же как и с новозеландцем по факту пятничных нонфарм перлс и уже на следующей неделе вернемся с новым взглядом с новыми ориентирами и целями но я думаю что для хорошего настроения у нас уже достаточно поводов потому что можем закрыть как раз как минимум две сейчас идеи по фунту и по австралийцу хотел еще отметить а перспективы юзди с висе то есть а в целом франка отмечали несколько дней назад мы также ожидания которые присутствуют плохо этому тандем валютных активов а юзди с висе ждем паритета по-прежнему эта цель неизменно но я считаю то что вчера мы получили достаточно еще а сигналов фундаментального характера которые позволяют нам может быть даже с еще большим объемом заходить в эту сделку и оставить на возможность достижения действительно паритетного значения представитель а точнее председателя национального банка швейцарии жордан отметил то что национальный швейцарский мега регулятор будет и дальше проводить адаптивную политику при необходимости задействовать интервенции а низкие процентные ставки под низкими процентными ставками я подразумеваю отрицательные значения минус 0,75 процента сохранятся как минимум год или даже полтора что в целом будет создавать дополнительную нагрузку для швейцарца это правильный подход потому что швейцария и через свой через своего мега регулятора сейчас планирует добиться более скажем комфортных лучших условий для национальных производителей потому что а через укрепление франка создаются условия как раз для экспорта и все это сказывается на темпах экономического роста поэтому пресс серьезный национальный будет оказываться на франк и нам лишь остается только использовать как раз возможности в связи с этим и возможности связанные с усилением позиции американской валюты поэтому юсдсвиси по-прежнему ожидаем возвращения пары в район единицы ровно то есть паритетного значения что касается кодового слова на сегодня это спекуляция бонуса величина 7 процентов это бонус который действует на пополнение буквально до следующего брифинга поэтому торопитесь разумеется у вас есть по сути сутки чтобы используя эту возможность повысить покупательскую способность ваших депозитов вопрос есть тогда ждем дополнительных комментариев и разумеется вопросов на нашем официальном канале о маркет составлять их под видео окном всего доброго до свидания